Из книги «Открытым оком» том 22. Тема Лапкин книги. Вопрос 3491. В чем видите главную причину, что ваши книги не пользуются большим спросом у православных пастырей? И как думаете, изменится ли в дальнейшем отношение к книгам? Отвечает Игнатий Тихонич Лапкин. Отвечает Игнатий Тихонич Лапкин. Отвечает Игнатий Тихонич Лапкин. Весь день размышляю о нем. Повторяю, что мои книги не имеют аналога во всей мировой литературе, а не только в православии. Их будущее зависит от каждого человека и покажет, любят ли они священное писание или пренебрегают им. Притчи 5-7. «Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Ненавидимые пастырями пророки не убоялись высказать им лишнюю любовь к Слову Божию. Больше должны сегодня вопить попы со своими архипастырями, невеждами и богоотступниками». Исайя 59-13. «Мы изменили и солгали пред Господом и отступили от Бога нашего, говорили кривиту и измену. Зачинали и рождали от сердца лживые слова». 1 Тимофею 1-6. «Отступив, некоторые уклонились к пустословию. Здоровье мое оно мне и послужит, заботюсь о нем или вовсе не помню. И мне не помеха сибирская стужа, нужды никакой, если всюду сифонит. И кость и плоть все по норме, в достатке, как сердце отпочает под кожной помпой. Сидится и спится в усладу мне сладко, а кто разнарядил, о том бы нам помнить. О всех сочленениях, жилах, ресничках, о нужности разных незримых деталей, которыми Бог и Его напичкал в достатке за 70 лет, не устали. Великая тайна, глаза мои уши, язык и гортань, издающие звуки, и слезы несчастье умело притушат. Нет времени, в тайны проникнут за сутки, фаланги у пальцев и твердые ногти, сгодились для вшея сожденным в локаде. И веки от нас не закрыли убогих язык миллионами звуки лопатит. Не каждому будет дана борода, и брови в разлет, и насуплены в гневе. Сумеем здоровье свое оправдать, чтоб раньше пяти подниматься. Не в девять надежность и прочность всегда поражают. Воображение медиков умных не задохнутся никак, горожане, никак не сопьются ни в праздник, ни в будни. Кто смазку во все сочленениям залил и биотоки пустил в организме, кишечник наполнил и добрым, и злым, и вывел ненужное сзади и книзу. Я сам по себе неразменное чудо, совсем с маломальской реакцией страха. Воспрянется тлевшее, вечное будет, там тайно сползет пропотевшей рубахой. 3 августа 2007 года Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин Продолжение следует...